Добрый вечер, уважаемые слушатели, в эфире Финам ФМ Бизнес Класс, меня зовут Олег Дмитриев. Тема сегодняшней программы «Чистота, залог здоровья», мы говорим сегодня об услугах клининговых компаний в России. И я представляю моего гостя, это Алексей Поддубный, коммерческий директор группы компаний Ранова. Добрый вечер, Леша. Добрый вечер, Олег. Итак, уважаемые слушатели, для вас, как всегда, я напоминаю, телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495. Вы можете позвонить, принять участие в нашей беседе, задать свой вопрос, поделиться собственным наблюдением. Также для этого можете использовать сайт компании финам.фм. Ну что ж, мы начинаем наш разговор. Итак, клининговые компании. И, собственно, Леша, если можно, два слова расскажи о том, как ты оказался в этом бизнесе, с чем это было связано. Ну это, на самом деле... Это долгая история, да? Это долгая история, да. Это произошло вообще в другой компании. Это было три года назад. То есть в другой компании, клининговой же. Да, ну в том, да, клининговой компании. То есть ты работал там наемным? Наемным работником, да. Ну, в общем-то, так же, как и сейчас. Ну сейчас ты крут, ты коммерческий директор. Ну, скажем, ну да. Раньше было попроще, видимо. Ну, ну, просто не было, на самом деле. Бизнес этот, я скажу так, он как простой, так и тяжелый. То есть работать в нем все-таки надо. И надо работать серьезно. То есть это идет, как и контроль, от стадии, скажем, продажи и взаимодействия с заказчиком до не выхода даже на объекты. Это полдела, я считаю. А все-таки по прошествии какого-то периода становления. И уже наладив работу на этом объекте. То есть это большая все-таки длинная работа. Ну, давай тогда начнем от печки, что называется. Такие банальные вопросы я буду задавать. Извини, уж я как потребитель этих услуг. Дай мне вопрос, конечно. Прежде всего. Зачем убирать вообще нужно? Скажем так. Нет, просто я пытаюсь провоцировать, потому что ответ-то очевиден. Зачем убирать? Чтобы чисто было. Но с другой стороны, что такое понятие чистота? С чем она связана? И может быть даже, не случайно я говорю, мы в названии программы вынесли вот эту известную такую банальную истину, что чистота – залог здоровья прежде всего. Ну, ответ на самом деле банален, но что такое понятие чистоты, об этом не скажет никто. То есть что такое чисто? Для одного человека чисто может быть просто убрали вещи по местам, это уже чисто. Для другого, когда он идет с белым платочком, это уже как бы другой какой-то критерий оценки. Другой уровень, да? Другой уровень, да. То есть есть определенные уровни, они оговариваются каждым индивидуально, что такое чисто. Ну, а насчет того, что чистота – залог здоровья, это, по-моему, уже каждому с детства известно, что, естественно, всех микробов мы не убьем. Но мы хотя бы стремимся к этому, да? Мы хотя бы стремимся к этому, да. То есть изначально все-таки мотивация главная – это то, чтобы было чисто и, соответственно, в какой-то степени комфортно. Комфортно, и комфортно. Тем, кто находится в данном помещении. Кстати, когда мы говорим о помещении, есть в вашем бизнесе некая градация, что ли? Насколько я понимаю, некоторые компании осуществляют уборку жилых помещений – это одна история. Некоторые офисных помещений или там огромных бизнес-центров – это другая история. Специфика именно ведения бизнеса, ну или специфика работы есть какая-то? Специфика есть. На каждом объекте она ведется по-разному. То есть сама уборка. Естественно, для офисов это одно оборудование, там одни подходы. Для складов, скажем так, и торговых центров это уже второе-третье, там идут подходы. То есть вообще, самое, скажем так, основное, основные моменты, они везде одинаковые. Ну, специфичные. Тут, я даже не знаю, как вам сказать. Ну, об основных моментах ты заговорил, вот в чем они эти основные моменты. В чем они основные. То есть вы выбираете объект некий. Откуда, кстати, он появился, этот объект? Это знакомые, это друзья? Ну, скажем так, тоже по… Ну, так я не знаю, исторически сложилось, что 50% объектов – это сарафанное радио. Да. Тут уж с этим ничего не поделать. Скажем так, холодные звонки, холодный прозвон, ну, в основе своей мало что дает. То есть когда это все зарождалось, начиналось, еще в 90-х годах, слово аутсорсинг было в новинку. На него просто падали. То есть как бы уже прыгали, велись, не знаю, как сказать. То есть именно на само слово. Ну, непонятное, но… На само понятие. То есть что это такое. Далее, когда все уже поняли, ну, не присытились, скажем так, но уже, когда уже освоились, все-таки искать клиентов стало немного тяжелее. И в этом случае уже работает непосредственно само сарафанное радио, так называемая, ну, репутация компании. Эта репутация, она, естественно, прежде всего зависит от чего? От вашего профессионального подхода, естественно, да? От профессионального подхода. От срока работы, да, от срока существования компании? От многих факторов. Конечно, рассматривают срок жизни компании на рынке. Ну, и рассматривают его как, нельзя сказать, как основной, но очень важный элемент во взаимоотношениях. Но также смотрят, ну, в основном, скажем честно, что и обидно, смотрят по цене. Честно, и обидно. А что же здесь обидного? Обидно, потому что есть много компаний, которые заходят, хотят зайти по низким ценам, естественно, потом не выдерживают, конкуренции просто выходят. Но это компании, они, вот ты их, с точки зрения профессионализма, как оцениваешь? Это именно те, кто по-легкому пытаются каким-то образом заработать? Ну, знаете, я думаю, да. Именно поэтому они и демпингуют, да? Я думаю, да, им просто нужно зайти, получить имя. Им нужно получить как раз вот этот срок, стаж, можно назвать как угодно. Но, опять же, как говорил один из моих первых учителей в этом бизнесе, дешево и вкусно не бывает. Да, это очевидно. Поэтому, если человек хочет чистоту, а продаем, ну, клинговая компания, тоже нужно определиться, продает не людей, там, никого, он продает чистоту. Если мы продаем чистоту, то он тоже должен быть качественным. С другой стороны, мы начали с того, что понять, что чистота для многих отличается. Нет, ну, есть какие-то основные какие-то факторы, которые определяют эту чистоту. То есть, понятно, что, заходя в кабинет, вот даже мы сейчас сидим в студии, понятно, что тех же, даже элементарно осмотрев его, да, никаких разводов, никаких потертостей, замытых каких-то участков, но я не заметил. То есть, тут... Здесь профессионально, здесь ребята работают. Тут работают профессионально. Это уже приятно. Да. Это уже приятно. Ну, опять-таки, мы говорим именно о неких профессиональных факторах, да, вот ты, как человек, действительно, обладающий опытом, заходишь в новое какое-то незнакомое помещение и сразу можешь оценить, насколько профессионально работают здесь уборщики. Ну, это уже более наработанно уже. Наработанно. Ну, естественно, глаз набит, естественно, да. То есть, прежде всего, ты оцениваешь, например, чистоту пола. или отсутствие... Да это все в комплексе, то есть это уже, я не знаю, одним взглядом откидывается. То есть все поверхности, пол, столешница, отсутствие запаха, то есть лишнего, это тоже показатель чистоты. То есть как раз не должен быть запах. В некоторых помещениях я вижу может быть это специально, ароматизатор. Мы не говорим про новую мебель, которая там может быть пахнет кожей. Мы не про эти запахи. Не пахнет позапрошлогодним чаем, где идет уже процесс эволюции. Ну да, такой неприятный причем. Да, то есть тут уже по этим мелким штрихам. Обычному, если мы начали говорить про обычного потребителя, который просто как обычный обыватель, который не работал в клининге, для него это внутреннее ощущение. То есть насколько вам приятно находиться. Внутреннее ощущение чистоты. Да, насколько приятно находиться именно в этом помещении в плане чистоты. Я понял. Ну, опять, все-таки, наверное, ощущение некой чистоты, это вещь такая субъективная. Хотя, наверное, я с тобой соглашусь. В любом случае, у всех она присутствует в той или иной степени. Хорошо. Давай вернемся тогда к отрасли в целом. Как долго, кстати, ты в этом бизнесе, учитывая предыдущее место работы? Три года. Три года. Ну, это срок. Условно. Условно досрочно. Да. Ну, то есть это время, за которое можно стать профессионалами и, по крайней мере, каким-то образом взглянуть на этот рынок в целом. Ну, естественно. Вот скажи мне, пожалуйста, цифра 90-е годы звучала из твоих уст. То есть можно говорить о том, что становился рынок в России именно вот с тех пор? Именно, да. После уже перестройки. Перестройки, да. То есть когда вся Россия вошла в новые рыночные отношения и появились еще и... Ну, там было немножко... Вход, я так считаю, что все-таки был тяжеловат. Тяжеловат. Потому что, опять же, слово аутсорсинг, клининг, это слово новое. И понятие новое. Потому что, я так считаю, что клининг начался с того момента, когда начали в Россию заходить какие-то иностранные компании. Ну, такой объемный... То есть они культуру с собой принесли. Да. Потому что были... Каждая компания российская начинала все равно с каких-то мелких объектов, с маленьких там уборки квартир, коттеджей, а вот выход на предприятия, на торговые центры, это все-таки, я так считаю, что пошло с заходом иностранцев. Потому что они принесли за собой свои подрядные какие-то организации, вот эту культуру, отдавать все на внешний подряд. Ну, то есть до того, как до 90-х годов, да, в советские времена у нас такого понятия, как клининг аутсорсинг, не существовало. У каждой просто организации была тетенька с тряпочкой, да, и она ходила, всех разгоняла. Вот, да, в таком формате. Тетенька с шваброй, гремела ведром, вот так еще говорят, да? Да. Это совсем другая история. Абсолютно. Это совсем другая история. То есть здесь надо понимать, опять-таки, да, если мы говорим о клининге, то есть это вот, то есть стратегически иначе как-то, да, эта услуга подается? Стратегически иначе. Да, наверное, именно так. И причем, я так понимаю из твоих слов, что основная идея как раз то, что, значит, ну, я как бизнесмен, чем-то я занимаюсь, и у меня не в штате уборщица, а я обязательно, да, имею контракт с профессиональным клининговым агентством. Так это выглядит? Да. Это выглядит так. Я обращаюсь, как всегда, к профессионалу, вполне логично рассуждая, что наверняка он свое дело знает лучше. Ну, да. Тем самым снимая на самом деле себя какую-то головную боль. Ну, это правильно. Хорошо, мы сейчас слушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем наш сегодняшний эфир на Финам.ФМ бизнес-класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Обсуждаем сегодня отрасль такую важную, как оказалось уже, для всех нас бизнес-клининговых компаний в России. Тема сегодняшней беседы. И в студии Алексей Поддубный, коммерческий директор группы компаний Ранова. Значит, мы рассуждали о том, что, в принципе, да, это история, называемая клинингом сейчас или аутсорсингом. Это одно и то же, да, по сути? Ну, по сути, да. Просто аутсорсинг – это немножко такое более глобальное понятие. Ну, то есть, глобальное – это что значит? Аутсорсинг – это передача каких-то своих непрофильных функций на подряд, на сторону, подрядчику. А клининг – это непосредственно подряд, да? Это непосредственно, да, та услуга, которую выполняют заказчиков. Ну, так вот, я правильно тебя понял, да, из нашего разговора, что вот именно такой подход к чистоте, к уборке, он появился из-за рубежа. У нас в России он пришел к нам из-за рубежа, да? Ну, в большей степени, что, да. Вот с этой точки зрения, если сейчас уже прошло, если с 90-го года отчитывать, да, когда это начало появляться, уже прошло, слава богу, больше 20 лет. Появилась какая-то отечная специфика? Вот ты сейчас на рынке можешь сказать о том, что вот российский рынок отличается от зарубежного, и ваши главные услуги, да, отличаются от тех, что вы предоставляли ранее, может быть, или те, что предоставляют ваши зарубежные коллеги, именно благодаря тому, что это Россия? Ну, скажу честно, как сегодня предоставляют услуги зарубежные компании, я не видел. Угу. Ну, положа руку на сердце. Али, они представлены, кстати, на российском рынке? Зарубежный, клининговый. Или вы так аккуратно всех сразу, ну, не сразу, постепенно всех вычиснили? Ну, если они есть, то их настолько мало есть. Ну, если ты даже о них не слышал. Если особо про них, да, их не слышал. Ну, может быть, я и слышал про них, да, но не говорить, когда их, ну, скажем так, их не видно. Я понял. То есть, рынок в основном... Гриндак, он, да, он сложился на сегодня. Есть несколько крупных, крупных игроков, тысяча мелких, там, скажем, ну, региональных, или просто, которые, ну, так и назовем, региональных. Ну, то есть, они какие-то узкие, да, услуги оказывают? Или региональные, это с точки зрения того, что они представлены в регионе? То, что они представлены только в одном регионе. Я понял. Угу. И как они сейчас работают, эти иностранные компании, даже если они есть, я не положаю это на сердце. Ну, и бог с ними, забыли. Это уже хорошо, значит, весь, весь отечественный рынок, да, он поделен между отечественными игроками. Да, теперь вторая, вторая, как бы, часть вопроса, которую ты задавал, Олег. Как это сейчас, и как это изменилось? Да. На 20 лет. Ну, 20 лет, да. Много времени прошло. Изменились сами подходы именно к работе. То есть, в 90-е, они все-таки, эти подходы, они складывались. То есть, те правила игры, которые сейчас действуют, то время, они только закладывались. Сегодня сложилась, скажем так, культура уже именно уборки, именно подхода к этому процессу. То есть, ну, соответственно, рынок сам диктует тоже свои условия, под которые приходится подстраиваться. То есть, сейчас все стало более стремительнее, все стало интенсивнее, но приходится тоже под это подстраиваться. То есть, скажем так, как пример, если раньше найти людей было, то есть, сам персонал линейный именно на объект, было гораздо проще, сейчас это сложнее. То есть, подходы меняются. Вот, это важно. Подходы меняются к чему? К персоналу? То есть, ваши требования, да? И требования, и сам подход к поискам. То есть, тут уже, ну, то сейчас, наверное, к проблемам, перейдем? Конечно, это уже самое основное. Очевидная проблема. Кстати, я тебя перебью, это проблема не только твоего бизнеса. Мы обсуждаем, каждый день мы обсуждаем тот или иной бизнес, и в конечном итоге приходим к тому, а где брать крылья цены кадры? А это проблема. Вот, да, то есть, тут имеется та же проблема, именно кадровый голод. Причем, кадровый голод, ну, скажем так, на всех уровнях. Но нам, в основном, то, что вот наша проблема, я так думаю, что это проблема у всех, нет кадров, сейчас уже очень сложно найти персонал, именно линейный, именно производственный. Смотри, линейный персонал, такая красивая такая фраза, вообще, о чем идет речь-то? Это те самые люди, которые находятся на линии огня. которые убирают. Это та девушка, тетенька или дяденька, которая стоит со шваброй. Вот это и есть линейный персонал. Мы не говорим швабра. Сори, сори, я не хотел обидеть, но, сам понимаешь, я с точки зрения обываю. А как, кстати, называется по-научному швабра? Называется МОП. МОП. Да. Это аббревиатура, кстати, да? А расшифровывается это? Это как в советские времена любили тоже загадочные аббревиатуры, а расшифровывалось все банально. Ну да. Например, швабра обыкновенная. Инструмент называется ШО. ШО-1. А что такое ШО-1? Честно говоря, не слышал, что такое ШО-1. Это я придумал сейчас. Это как резиновое изделие, там номер. Известная. Оказывается, дубинка, да. Так что такое МОП-то? Как это расшифровывается? Вот это вот да. На самом деле вы... Извини. Я вот хотел сказать, и у меня прям... Ну я скажу, сейчас мне крутится в голове. На языке вернее. Ничего страшного. Бывает такое. Ну так вот, линейный персонал это тот самый человек, который держит в руках МОП, да, и значит, наводит чистоту. Наводит чистоту, да. Наводит чистоту. Ну, опять-таки, говорим откровенно, да, очевидно, что это не совсем квалифицированная профессия. Ну, вообще, опять же, честно говоря, это низкоквалифицированный труд. Нового. То есть в институтах этому не обучают. Этому не обучают. Это не голубая мечта большинства. Совершенно верно. Как молодежи, так и взрослого. Даже студент, наверное, вряд ли, да, он попадет скорее в Макдональдс куда-нибудь или официантом, или разносчиком пиццы, а вот смотрим... В этом-то как раз и есть сложность. О, то есть, в этом, скажем так, если, как я и начал говорить, что раньше с этим было проще, когда люди, переходя на какие-то новые условия жизни после перестройки, они шли на эту работу, им нужна была работа. Сейчас, опять же, повторяюсь, это не голубая мечта и не предел мечтаний. И у них есть выбор. И есть выбор, да. И сейчас, имея какое-то образование, ну, люди на это не идут. Именно поэтому, давай, продолжим эту тему. В подавляющем, ну, поправишь меня, если не так, в подавляющем большинстве случаев с МОПом я вижу, ну, опять, толерантными будем, гастарбайтеров. Ну, представители стран СНГ. По этому поводу есть вопрос. как бороться со стереотипами? Ну, я не знаю, почему это стереотипами наш слушатель называет. Вот он пообщался сейчас, слушая наш эфир с коллегами и больше половины коллег считают, что, во-первых, обращаться к специалистам, да, к клининговой компании это дорого. Ну, и как результат, я так понимаю, нерентабельно. А другая половина считает, что приедут обязательно гастарбайтеры и как-то будет вот неловко им. А неловко в чем? Не знаю. Вот такой вопрос. Ну, давай, ладно, бог с ним. Кто приедет, тот приедет, в конце концов, главный результат, правильно? Да, во-первых, опять же, хочу повториться, что мы продаем, как компания, да, клинер, мы продаем не персонал или еще кого-то, мы продаем чистоту. и объективно, уж, если на то пошло, судя по той же Москве, те же, есть же и люди из стран СНГ, Москву отмывают гораздо лучше. Да, это очевидно. дворники, это ведь тоже, да, персонал, клининговая компания? Это каких-то компаний, да. то есть клининговых тоже? Каких-то, да. То есть те, кто занимаются уборкой территории, например, да? Так вот, я... Так что, вот этот стереотип, он, ну, я не знаю, откуда он есть, откуда он взялся. То есть ты не согласен с таким стереотипом? Да нет, конечно, я не согласен. Это так же, ну, мы говорим откровенно честно, это основной персонал именно у всех компаний. Ну, и мы, естественно, ходим и работаем в офисах, и ходим по торговым центрам, и прекрасно видим, кто стоит с моком. Ну, да, мы же не прячем их, мы же не можем их... Нет, ну, это нормально, это нормально. Я думаю, что это действительно тот самый стереотип, с которым надо бороться. Вопрос нашего другого слушателя, легко ли найти персонал на работе, сам собой отпадает, потому что вы, по сути, об этом уже поговорили, да. На самом деле, эта проблема все больше и больше настает, я думаю, еще год. Смотри, извини, пожалуйста, Леша, смотри, проблема это очевидная, но тем не менее, да, прошло какое-то время, вот, вы набрали себе этот самый персонал, линейный персонал, он работает. Почему через, опять, какой-то определенный промежуток времени вновь эта проблема возникает? Потому что это текучесть, да, некая текучесть, или вы просто расширяетесь, и вы становитесь круче, и вам нужен еще линейный персонал? В чем проблема здесь? Да, причина в том и в том, на самом деле, рынок растет в среднем за год на 30%, то есть, соответственно, новые заказчики появляются, требуется новый персонал, но текучесть, она, естественно, есть. Проблема того же персонала, скажем так, низкоквалифицирована, она в том, что придя на один объект и получая, грубо говоря, одну сумму, видя, сколько начали получать люди на соседней стройке, они перетекают плавно все туда. Это как одна из причин. И, соответственно, причем это может быть абсолютно внезапно, то есть, люди увидели, они даже не предупреждая, могут идти. Ну, то есть, это специфика. А, да, вот эта проблема, наверное, очевидная в том плане, что, когда ты нанимаешь их на работу, как отношения выстраиваются юридически? Какой-то договор, да? Естественно, у нас есть... Рудовой договор. Абсолютно, да. Плюс у нас есть свой учебный центр, где мы их обучаем. Ну, опять же, еще тоже сложность. Хотелось бы добавить, почему еще сложность. Когда, ну, Союз распался, опять же, никому не секрет, там была все-таки очень, ну, мощная, не мощная, не знаю, но все-таки советская школа. Прошло 20... Подожди, а советская школа чего тогда? Это советская школа всего, то есть, это был русский язык, это было, ну, как бы советское образование. Люди приезжали туда со знанием... Слово нехорошее, но советская ментальность была. Ментальность, да. То есть, люди приезжали все-таки с тем менталитетом, который, ну, как-то принят был везде. Им было комфортно везде. Им было комфортно везде. Ну, в общем-то, с ними комфортно было общаться. Ну, в общем-то, и сейчас комфортно. Друг друга понимали. Понимать, да. То есть, на одном языке хотя бы разговаривали. Сейчас советская школа все-таки прошло 20 лет. Вот эта проблема с персоналом все-таки, она есть. Ну, давай так, вот эта проблема персонала, это единственная проблема? Ну, или там, наиболее яркая проблема? Вот она более яркая. Скажем, ну, опять же, говорить, что это единственная проблема, но это лукавить. Везде есть свои проблемы. Да, да. То есть, это не единственная проблема. Это не было. Все проблемы решаемые, просто самую яркую я озвучил. Остальные, это уже больше, скажем, рабочие проблемы, которые, ну, решаются уже на уровне рабочих, уже в процессе, работы. Хорошо. тем не менее, нам будет интересно и о них сегодня поговорить. Тем более, что, вот смотри, значит, я, ну, предложу, по крайней мере, такой взгляд на клининговые услуги. Значит, одна из первых мотиваций, что я обращаюсь к профессиональному представителю этого бизнеса, то, что я хочу, чтобы мне навелить чистоту, потому что я заботюсь о здоровье. Вот это, мотив, ну, на мой взгляд, он наиболее важный, мы с тобой озвучили. Второй мотив, я нахожусь в офисе, если я собственник этого помещения или собственник бизнеса, да, в офисе у меня огромное количество всякой всячины, мебель, техник, оргтехника, да, и так далее, и тому подобное, которые мне бы хотелось, которые, чтобы она прожила дольше. А все, что, соответственно, да, вот происходит в обычной жизни, ну, и то, с чем боретесь вы, она, эту жизнь, мебель, может сократиться. существенно. Поэтому мне нужны ваши услуги именно для этого. Сейчас мы еще новости послушаем, потом продолжим. Итак, продолжаем сегодняшний разговор с темой сегодняшней программы клининговой компании в России. И у меня в гостях Алексей Поддумный, коммерческий директор группы компаний Ранова. Значит, Леш, ну, основную идею мы озвучили, да, они и поговорили, действительно, проблема квалифицированного персонала, а уж в вашем случае он низкоквалифицирован изначально, да, и сделать его высоко квалифицированным не получится просто по определению. Немножко не так. Не так? Это низкоквалифицированный труд, но высококвалифицированных сделать очень можно, если люди есть. Согласен. То есть, подготовить людей можно. Это именно, да, это профессия, подразумевающая низкоквалифицированный труд, да? Но, тем не менее, человек может исполнять его, да, профессионально, с высокой квалификацией, я согласен, извиняюсь. вернемся к моему вопросу, итак, номер один, мотивация номер один, почему я обращаюсь к вашим услугам, потому что я хочу быть здоровеньким, да, и поэтому мне нужна чистота в помещении, чтобы я не дышал ерундой всякой, да, чтобы я туда-сюда руками, ну, сам понимаешь, да, на неприятные всякие штуки не наталкивался. Вторая мотивация, это сохранность непосредственно того материального ресурса, который у меня в помещении, это мебель, это оргтехника, это еще что-то, еще что-то. Вот с этой точки зрения, да, какие могут возникнуть у меня проблемы, ну, или проблемы у клининговой компании? Что нужно сделать, чтобы все это жило дольше? Жило дольше, но это, во-первых, да не во-первых, это любая профессиональная, именно профессиональная клининговая компания, она использует профессиональную химию. Вот. То есть, соответственно, которая не вредит всем поверхностям, которые можно вытирать, то есть, это не только там какие-то растворы и так далее, это могут быть влажные салфетки специальные. Ну, опять здесь слово ключевое, специальные, да? Специальные, да. Если мы вернемся опять к опыту советского времени, есть одна тряпка у этой бабушки, которая протирается все. Которой можно было протереть и дверной косяк, и стол. Да, 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 и стол, и, пардон, посуду, ну, я утрирую, конечно. Не, ну, опять же, вспомнить армию, я сейчас не в эфире, но могу сказать, что мы щетками зубными кое-что драйли. Это такая романтика, боже мой. Вот. Соответственно, слово специальное тут ключевое, то есть, спецхемия, которую мы применяем, она, во-первых, проходит полностью пробирование на объектах, на каком-то нашем оборудовании, да, то есть, мы все это проверяем у себя внутри. Есть специальные люди, обученные, у нас есть технолог, который, я так думаю, в любой профессиональной компании он есть, который занимается непосредственно вот этим процессом, и который после своего какого-то заключения вводит эту химию в ассортимент именно компании. В данном случае вы как бы берете на себя некую ответственность за сохранность того, что вы протираете. Конечно. Условно. Да. То есть, мы гарантируем то, что ваше оборудование, ваши столешницы, шкафы, как вы сказали, и вся мебель будет жить дольше, чем могла бы в обычной эксплуатации. Да, да, в обычном режиме. Спасибо, Леша, спасибо. Значит, у нас сейчас на связи, давай мы поговорим с твоим коллегом, с коллегой Юрий Рябичев, президент Ассоциации Русских Уборочных Компаний. Вот есть такая ассоциация, оказывается, у нас в России. Юрий, добрый вечер. Вы слышите меня? Добрый вечер. Да, слышу, да. Добрый вечер. Спасибо, что вы согласились с нами пообщаться. Значит, ну, в двух словах, если те несколько минут, которые вы были в эфире, вы уже, наверное, поняли, о чем идет речь. Мы сегодня обсуждаем бизнес, связанный с вашим интересом, собственно, да. Тем более, что вы президент Ассоциации Русских Уборочных Компаний, и не понаслышке, а изнутри наверняка сможете нам рассказать о том, что является основной проблемой сейчас для ваших коллег. Основной проблемой. Ну, вы знаете, я с самого начала разговора не застал, но вообще, конечно, есть огромные проблемы на рынке, которые мы, как и сейчас, пытаемся решить. Есть компании, действительно, профессиональные, которые много уделяют время там, внутри себя, там, подготовке персонала, но у нас есть закон 94 ФЗ, который сейчас действует до сих пор по выбору подрядчика на аукционе, который фактически рынок приводит в совершенно дикую ситуацию такого, поскольку нет никаких ограничений, не установлен уровень качества услуг, не установлено вообще само понятие чистоты, с которого на Западе начинается вообще взаимодействие между подрядчиком и клинику и компанией, здесь же заказчиком. То есть я правильно понимаю, на Западе есть материально установлено понятие чистоты, мы, кстати, вот с вашим коллегой... Есть скандинавские стандарты, которые устанавливают четыре уровня чистоты, то есть это есть более высокие, ну, скажем так, это операционные какие-то помещения там... Медицинские вы имеете в виду, да? Ну да, медицинские, да, операционные, медицинские учреждения, учреждения пищевой промышленности, где как бы непосредственно контакт с продуктом происходит, и, ну, например, уборка территории, да, то есть там, с точки зрения загрязнений, которые остаются после уборки на поверхности. У нас этого нет, и у нас закон 94 ФЗ приводит к тому, что у нас компании вынуждены просто идти. Есть демпингеры, которые на 80% падают. Да вы что, на 80%? На 80%, да, вот именно на 80%, и у компании, которая каким-то образом либо выигрывает, либо остается, у них даже невозможно ни зарплату нормальную платить, ни технологию нормальную использовать, да, и уже не говоря о том, что загоняет весь рынок фактически в серую, там, в черную схему, и сами эти компании по той же схеме работают. Вот мы с этим боремся. Юр, вот это... Да. Как с этим бороться? Действительно, вот это меня сразу заинтересовал. Ну, во-первых, сейчас в том числе это и наше предложение. Мы начали там с парламентских слушаний, а ситуация уже 10 лет работает. Вот. Я сам руковожу компанией 21 год уже, да, поэтому, ну, как бы, мне не понаслышке сказали, эти проблемы все известны. Вот. И у нас получается так, что сейчас в законе о тендерной торговле внесены несколько схем выбора компаний, и, то есть, одна как опционная, одна из пяти, и есть еще 4 различных варианта, когда компания выбирается с предварительным их отбором, могут они работать или не могут. То есть, в общем, все связано с тем, чтобы развивать добросовестную конкуренцию. То есть, те компании, которые готовы качественную услугу оказывать и не будут вот падать до нуля, лишь бы только взять объект, вот такие компании отбираются. Или отбираются компании, которые, ну, например, могут работать в санитарных учреждениях, там, детских, лечебных и так далее. То есть, ну, принцип такой. Мы под это внесли концепцию развития клинической деятельности, она у нас принята правительством сейчас, и у нас зарегистрирована вот буквально неделю назад, там регулируемая организация, в которой устанавливают внутренние требования для входящих в нее компаний. Сейчас у нас идет активное вступление, вот буквально люди подтягиваются, особенно из регионов, особенно средние предприятия, которым очень сложно вот выживать на рынке. Они подтягиваются, у нас есть внутренний стандарт, внутренние требования к компаниям, и мы можем вот под этот закон о тендерной торговле участвовать в выборе компаний. То есть, собственно, там этот механизм и заложен. Там заложен механизм, если падение больше, чем на 20%, то тот подрядчик, который такую падение допустил, он должен обратиться к профессиональной организации на рынке, которая ему должна подтвердить, как он может при этом падении оказывать услугу. Может, у него какие-то хитрические технологии. Да, да, да. Причем качественную услугу, потому что очевидно, что если человек сильно падает в цене, то он начинает мухлевать потом, потому что в минус он не будет. Это очевидно, но, к сожалению, наши заказчики, они, как вам сказать, кокетничают и делают вид, что они не замечают того, что компания загоняет вот в такую ситуацию. Забавно, как можно кокетничать, извините, Юр, как можно кокетничать, если ко мне пришел вот такой вот, да, представитель, значит, сильно дешевый, и я так представляю, я предполагаю, да, как он уберет, собственно, мое помещение. Я буду, наверное, недоволен этим. Что тут кокетничать? Ну, а, вы знаете, госзаказчики, они просто поставлены в такую ситуацию. Они вынуждены работать по 94 СЗ. Это, кстати, во всех услугах. Теперь еще один момент, который я услышал. Вы говорите о том, что это только низкоквалифицированный персонал. Вот это еще одна тема. Вы знаете, у нас там и президенты, и правительство все время говорят, что нам нужны хорошие рабочие места. Вот это несколько миллионов людей в России, которые сейчас оцениваются только низкоквалифицированные, чтобы вы поняли. Ну, например, в Финляндии работник это человек с достаточно высокой квалификацией. А, скажем, если он убирает вот какое-то офисное помещение, там есть территория, у него есть мини-трактор, у него есть техника для уборки внутри, то есть это специалист, который технически хорошо оснащен, соответственно, у него высокая производительность труда, и он имеет нормальную зарплату, которая, кстати, защищается государством в Европе. То есть это отрасль, где наиболее защищенный персонал, то есть нет возможности загнать компанию, когда она не платит зарплату, не платит налоги и так далее. То есть это вот там очень отслеживается, и мы вот это и хотим добиться у нас, и в том числе с точки зрения изменений выбора и наличия требований к компаниям, увеличение срока заключения контракта, потому что, понимаете, какую технику может купить компания, если у нее, у нас сейчас некоторые подрядчики дошли до того, что он на 3 месяца контракт заключает, ну только метелку, понимаете, какая-то техника серьезная, которая окупается ну там 3-4 года, она не может быть куплена под контракт, который полгода или год. Вот. Совершенно верно. И, да, вот у нас, вы наблюдаете все в Москве эту проблему, у нас, скажем так, 10 иностранцев, да, или, значит, жителей, да, гастарбайтеров с метелками, на самом деле есть техника высокопроизводительная, специально коммунальная, которая может на скорость там 15 километров чистить дорожку, она имеет выносной пылесос, и она делает это хорошо, чисто, она имеет щетку выносную, которую может и фасад почистить, и понятно, что там работает человек, который, ну, заменяет 10 из этих дворников, нужно еще кого-то пару человек, либо он сам это делает, либо кто-то еще, ну, где-то подчистить углы, там, и так далее, значит, чтобы технологии это использовали, и получается, что мы могли бы эту отрасль перевести в рабочий труд, когда достойная зарплата и высокой квалификации, мы занимаемся созданием системы обучения, вот, и так далее, то есть, это, ну, основная задача, которую мы стараемся решить, ну, и что-то получается. Я очень рад, спасибо, Юра, вам огромное за беседу, я напомню, с нами по телефону был Юрий Рябичев, президент Ассоциации русских уборочных компаний, спасибо, Юра, успехов, до свидания. Леш, вот такая вот история, особенно по поводу квалификации, да, видишь, Юрий задел немножко. Ну, я согласен с ним, да, но тут... Вопрос цены, ты сказал, что это значит? То есть, как сказал Юрий, все заказчики стоят в тех условиях, что они, получается, отжимают свои бюджеты, практически стараясь их снизить до нуля. Ну, естественно, это невозможно, но волшебное слово оптимизация, все хотят, все хотят... Я люблю тоже это слово, оптимизация. Ну, такое оно, любимое слово, да. То есть, что оптимизация, затрат, она в основном, или прежде всего, или в большей степени касается вот пресловутой чистоты. Да, давайте мы будем сидеть по уши в грязи, но зато... Ну, не по уши, но пускай это будет... Бывают моменты, да, когда отжимается это все до нуля, как было правильно сказано, заказчики вроде как бы лукавят и говорят, да, мы возьмем лучше тех, кто по цене, пониже, но, опять же, было бы совсем неплохо, если бы этот... как-то это было изменено именно вот этот закон. Законодательно. Именно законодательно, потому что уже было несколько, да не то, что несколько десятки случаев, когда на самом деле выходим на тендеры и вроде бы нам говорят, будем оценивать не только по цене, потому что мы также клиента спрашиваем, как это будет оценено, нам дают список обычно из там четырех-пяти пунктов, согласно которых будет оценена клининговая компания. то есть туда что обычно входит, это уже стандартный пакет, это стаж работы, необходимо показать там несколько объектов, плюс еще показать объекты такого же плана, где-то площади указать и так далее, и плюс цена, и вроде какая-то градуировка. Градуировка это? Это именно в процентах, то есть один фактор оценивается там в 25%, какой-то в 15% и так далее, в сумме 100%. Леша, это интересно, сейчас мы снова послушаем новости на Финам.фм, а потом продолжим. Итак, продолжаем наш разговор, дорогие мои слушатели, клининговые компании в России, тема сегодняшней программы и в студии Алексей Поддубный, коммерческий директор группы компаний Ронова. Несколько минут назад мы говорили с коллегой Алексеем Юрием Рябичем, президент Ассоциации русских уборочных компаний, который достаточно квалифицированно изложил еще одну, да? Проблему, да. По аналогии с дураками и дорогами вот оказывается квалифицированный персонал или просто персонал линейный прежде всего, да? И оказывается вот эта вот история связанная с демпингом, с нечистой конкуренцией, правильно? С недобросовестной. С недобросовестной. Ну, тут продолжим. Как раз по этим критериям, да, которые, как я говорил, есть критерии, они выкладывают на тендере в техническом задании вот эти критерии, согласно которым идет отбор. Он на самом деле, где это есть, этот отбор идет изначально, но дальше все равно встает вопрос цены. То есть все, кто прошел во второй... То есть, условно говоря, там собралось примерно одинаковых по классу там 3-4 компаний. Да, из 10 отобрали 3 и дальше пошел все-таки вопрос цены. Тут вот Юрий задел правильный вопрос. Было бы очень интересно знать, как подрядчик может падать на 20%. Главное, там на 80, если он говорил. Нет, на 80 это основной суммы. Хотелось бы пообщаться на самом деле с теми ребятами, которые такие скидки дают, за счет чего и научили нас, как так можно работать, давать скидку до 80%, как озвучил Юрий. Такое есть, на самом деле, это имеет место быть. Ну и вот его предложение, я так понимаю, будет рассматриваться уже неким третейским судьей. Объединение. Ребята, подойдите, расскажите, за счет чего вы будете. Было бы неплохо, на самом деле. А то, кстати, вопрос от нашего слушателя, ну такой комический. В попытках сэкономить, лично знаю, пишет Иван, что некоторые разбавляют все. Да, когда делал химчистку машины, видел, как уборщик на кожаный салон брызгает состав для пластика. Ну, то есть, я так понимаю, вот один из способов, да, скинуть 20%. Нет, тут, наверное, просто вопрос неподготовленного уборщика. как бы, клинер. Нет, бог с ним, да, это прокожный салон Ивана. Ну, жаль, конечно, но тем не менее. Нет, ну, насчет разбавляют все. Разбавляют все, да, да. Разбавляют все. А на чем, в принципе, можно сэкономить? Минус 20%, ну, на зарплате вряд ли сэкономишь, наверное. Да, или можно сказать, ребята, что зарплата будет... Вот по зарплате тут вопрос тоже очень тонкий и очень сложный. То есть, как сказал один из клиентов, тоже коммерческий директор одного из крупного торгового центра в Москве, он сказал хорошую вещь, очень такую поучительную. Можно убирать десятером с одним управленцем, а можно с другим управленцем это все сделать втроем. То есть, тут вопрос уже как бы менеджмента именно на объекте. Смотри, а вот менеджмент, да, менеджер, вот этот самый управленец, это уже квалифицированный специалист. Тут тоже, да, Юрий немножко задел низкоквалифицированный, то есть, тот, который не требует особой подготовки. Совершенно верно. Высококвалифицированный, ну, менеджер-управленец, да, то есть, плюс, какие-то должны быть личностные качества, соответственно, ну... Вот таких специалистов вы где берете? Тоже сами взращиваете в недрах учебного центра? Таких специалистов как на стороне, так и все-таки выращиваются не на месте. Ну, тут смотри, ты правильно сказал управленец, то есть, по идее, любой управленец, где бы он не управлял ранее, да, он может справиться. Или все-таки специфика достаточно тонкая и желательно, чтобы у него был опыт управления именно в недрах. Желательно, чтобы был опыт все-таки, потому что специфика в том, что все-таки персонал, опять же, даже если это страны СНГ, то есть, те же люди, да даже если это российский персонал, то тут должна быть как грамотность, так и какие-то волевые качества. То есть, ну, мы говорим о том, что каждый управленец должен быть волевым человеком, да, грамотным и так далее, но тут, на этом уровне, это должны быть действительно, ну, нельзя сказать, что там какие-то церберы нет, в любом случае, это должны быть люди, человеческим подходом. Армейская закалка такая должна быть, да, я бы сказал, да. Ну, это нормально, это нормально. Смотри, и неожиданно я хотел бы предложить, ну, опять в плане посоветоваться с тобой, вот, опять к мотивациям, да, зачем я обращаюсь к профессиональному, профессиональному уборщику, потому что, а, это главное, хочу сохранить здоровье для себя, потому что хочу находиться в чистом помещении, б, я хочу сохранить то, что мне дорого уже в буквальном смысле, да, стол, стул и так далее, там подобные, покрытие на полу. И С, это вот я вычислил в одном интересном таком наблюдении, и вот это вот, может быть, спорная такая мотивация, но тем не менее. Последняя мотивация, это желание получить сервис и комфорт, и желание получить отношения, ну, отношения имеется в виду возможность, некую коммуникативную сторону вот этой профессии, ну, опять, банально, вспомним опять советскую бабушку с ведром, и что происходило, даже если представить, что она делала все грамотно, квалифицированно, и ведром сильно не гримерно, но она, да, поэтому анекдотов, и мультики там, какие-то киношки, вот сейчас мы с тобой в студии, у нас там осталось 2 минуты до эфира, еще открывается дверь этой бабушки, и говорит, так, все отсюда, быстро, я убираюсь сейчас, у меня время, и что мы делаем, встали и ушли, вот современные, или попросили подождать, или попросили, да, но тем не менее, уже, нет, ну, я согласен, что, это мотивация присутствует, это мотивация присутствует, да, убирается, он должен быть приятен мне, он должен быть коммуникативен, это даже, это не только в клининге, это, я так думаю, во всех, согласен, верах, но здесь тонкий момент, уборщик, он старается быть незаметным всегда, он быстренько там, чтобы не мешаться, да, согласен тоже, то есть, качество вообще аутсорсинга и клининга, вообще аутсорсинга, его оценивают по тому, насколько вы его не видите, да, насколько часто он мелькает, насколько часто вы его не видите, да, вопрос в другом, насчет отношений, очень часто, ну, особенно на руководящих должностях, нам говорят, ну, когда мы проводим уборку, именно руководители, нам говорят, а вот уборщика мы будем выбирать сами, именно визуально сначала, сначала визуально, и по профессиональным качествам. То есть его, во-первых, должно приятно как бы видеть, ну, естественно... Это девушка, скорее всего, должна быть. На самом деле не важно. Вообще не важно. И, во-вторых, он должен грамотно и качественно это все как бы убирать. Ну, то есть визуально он должен быть опрятным, чистым, опрятным, да, не вызывающим... Опрятным, дежливым, понимающим, понимающим, как минимум, русский язык полностью, ну, в наших реалиях, да, и качественно делать свою работу. Потому что некоторые клиенты тоже как случай из жизни. Один из руководителей спросил, а как вы будете наносить раствор на стекло сверху вниз, по диагонали, вот так вот. Это имеет значение, да? Для него имело значение, насколько мы знаем, как это делается, и как это все снимается, ну, как потом все убирается. То есть вплоть до этого. Ну, смотри, а действительно есть специфика, как наносить раствор на стекло? Ну, набрызгал его, потом размазал, потом смыл, нет? Нет, это если поливеризатор, а если губкой? Так. Если губкой, ну, то есть наносим волной, а потом именно сгонами уже сгоняем. То есть как бы заказчик хотел услышать именно это. Это круто. Да. То есть тогда не остается... Он в какой-то степени протестировал просто специалиста. Да, то есть на самом деле после этого не остается разводов, и он понимает, что он свое стекло на своем шкафу, он его не увидит, то есть оно будет чистое. То есть, и вот, наверное, вот он ответ на твой вопрос, что отношения не должны быть, какие-то личностные отношения, именно какие-то рабочие, они должны быть. Но опять же, мы живем в России, где все строится на отношениях еще. Да, да. А поговорить? То есть, если вам сравнивать тут же Америку, да, там идет отношение компания-компания, то все-таки человек, человек. Я понял. Хорошо, спасибо, Леша, спасибо. Значит, ну, во-первых, ты согласен, да? Третья мотивация тоже имеет место быть. Мы говорим о том, что должна быть сначала чистота, я согласен, да, потом должно все работать, и потом человек должен быть квалифицирован с точки зрения того, чтобы он не вызывал отрицательных эмоций и некую коммуникативную составляющую все-таки имел. И буквально несколько фраз у нас осталось, мало времени. Перспективы некие этой отрасли. Будет ли рынок укропняться, расти, то есть, значит, появляться новые компании, или, может быть, все давно поделено, и как сейчас очень часто мы наблюдаем, рынок, да, переориентируется, перебазируется за счет поглощений, слияний и так далее. Да, на самом деле все имеет место быть, но сам рынок укропняется. То есть, его оценка на сегодня, это где-то то, что я последние цифры. Вот вычитал, это 38 миллиардов в год. Ну, по прогнозам, это где-то в полном объеме, где-то большее 100. Это ближайшие сколько? Ну, ближайшие года, я не знаю. Два-три года? Да, нет, я думаю, ближайшие пятилетку. Ближайшие пятилетку. То есть, он три раза практически. Ну, где-то должен, да. И плюс, все-таки у клининговых компаний идет расширение именно спектра услуг. Спектра? Да, потому что заказчики уже начали, кроме клининга, просить какой-то вот стаффинг, то есть, предоставлять персонал, причем на различную работу, не только клининг. Ну, там и просят и грузчиков, и упаковщиков, и укладчиков. То есть, у нас уже просили, кроме клининга, дать им 50 человек, это был завод, дать им 50 человек, программистов, станков с ЧПУ. Нормально. Вообще, вот это, вот это, да, дайте нам вот этих людей, вы же предоставляете тоже вот стаффинг. Ну, в этом случае действительно нужно расширять сферу услуг. Тут заказчик сам уже диктует какие-то условия, от которых клининговая компания начинает уже отталкиваться и двигаться дальше. Я понял. Спасибо огромное, Леша. Напоминаю, сегодня был в студии у нас Алексей Подумный, коммерческий директор группы компаний Ронова. Мы говорили о бизнесе клининговых компаний в России, ну и, собственно, чего там греха таить, идея основная очевидна. Чистота – залог здоровья. И это главная мотивация. Всего хорошего, успехов в бизнесе. До свидания.